Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны John Hobb. Это струны высокого качества, а концертные струны, предназначенные для профессиональных музыкантов. Итак, я хочу продолжить свои уроки из серии «Купил гитару. Что дальше?». В предыдущем уроке я вам рассказывал, что очень важно вначале научиться как располагать пальцы на струнах. Я говорю про правую руку. Так и делать правильное движение, учитывая при этом очень важную вещь – это постановка руки. Потому что правильность руки во многом определяет вашу исполнительскую практику. То есть, насколько она будет правильна, настолько больше процентов вы сможете выложиться, вы сможете раскрыть свои возможности как музыканты, как исполнители. Поэтому очень важный момент – это, всегда буду повторять об этом, это ковш в правой руке. То есть, чтобы вот эти мышцы у нас были не зажаты, мышцы предплечья ни в коем случае, чтобы у нас рука была расслаблена. Еще разок. Кладем предплечье на верхнюю обечайку и отпускаем кисть. Вот она у нас, можно так сказать, болтается. И дальше мы кисть просто подводим к струнам, и она сама встает на свое место, в правильное положение. Теперь идем дальше. В предыдущем уроке я вам показал, что арпеджио, то есть перебор, то есть последовательный звук извлечения, то есть когда мы по очереди дергаем одну за другой струны, значит, это у нас является основополагающий прием игры на гитаре. И мы с вами сыграли шестую, третью, вторую, первую. То есть мы сделали движение вниз, если как будто по ступенькам мы спускаемся вниз. Шесть, три, два, один. Идем вниз, сверху вниз. Чтобы сыграть полноценное арпеджио, нам нужно будет подняться вверх. Потому что мы благошли до первой струны, шестая, третья, вторая, первая. Теперь мы поднимаемся вверх. Это одно из, ну, наверное, это самое популярное арпеджио, самый популярный перебор, который используется при игре на гитаре. Называется он еще шестерка, потому что там задействованы шесть нот. То есть мы играем первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую ноты, потом мы опять все заново повторяем. Мы играем шестую, третью, вторую, первую. И потом первую мы не повторяем, мы играем вторую и опять третью. Вот это уже будет немножечко потруднее на начальном этапе. Итак, еще разок. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И опять, видите, можно опять возвращаться в предыдущую. Итак, у нас шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Вот это самый популярный перебор, самое популярное арпеджио, которое используется на гитаре. Даже металлика, группа металлика, для меня это, конечно, явление такое довольно-таки великое в музыкальном мире. Она в девяносто первом году, в черном альбоме, в самой известной своей балладе, использует именно это арпеджио. То есть это основа аккомпанемента этой баллады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, естественно, во многих песнях тоже используется, особенно у любые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, конечно, очень важно научиться не просто сыграть там один раз или два раза, и там первый вот этот перебор, но делать это механически, делать это без остановки, чтобы это было в режиме автоматизма. Вот. И сначала, конечно, когда вы будете играть этот перебор, вы будете наблюдать за правой рукой, чтобы они не промахиваются по струнам, вы будете смотреть на пальцы, на струны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это первый этап. Ваши пальцы запоминают. Все правильно так и нужно делать. То есть вы смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть ваша задача, еще раз повторюсь, в том, чтобы очень много раз повторять это. Причем желательно в одном ритме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас между, значит, каждым извлечением струны должно быть одинаковое расстояние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И первое, что вам нужно преодолеть, значит, вы смотрите, как играют ваши пальцы, как дергают пальцы струны. Все нормально, научились, уже в ритме у вас получается, повторяете это, повторяете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы хотите стать музыкантом, то терпение – это самое главное, чему вы должны учиться. Терпению тоже нужно учиться путем тренировок. Сначала вы терпели выиграть на гитаре, например, 5 минут. Потом ваша цель должна быть такой, что вы уже должны вытерпеть, например, 6 минут. Ну и так далее. То есть терпение, оно, кстати, тоже тренируется. Вообще все. Любая человеческая деятельность, любой, так сказать, показатель человеческого тела, человеческой психики, включая память, вот все что угодно. Мастерство, там, я не знаю, люди жонглируют, люди бегают, люди прыгают, люди там вплоть до того, что они занимаются любовью. Это тоже все требует тренировки. Абсолютно все, что мы делаем, даже чтобы есть много, можно желудок так натренировать, но растянется, например, и человек может по многу съедать. Правда, будет лишний вес, болезни, это, конечно, уже, так сказать, ну, не в этом суть. Я просто хочу лишний раз заострить ваше внимание на том, что все можно натренировать, включая память, включая там зрение, включая обоняние, все что угодно. Здесь как раз мы и занимаемся тем, что тренируемся. Еще раз повторюсь, что музыка – это не искусство на самом деле, это спорт. Причем самый крутой спорт, который только есть. Потому что здесь задействованы абсолютно все возможности организма, все резервы, все виды памяти и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы, значит, если у вас уже есть опыт занятия спортом, вы будете крутым музыкантом, это прям 100%. Итак, следующее, что вы должны преодолеть, что у вас должно получиться. Ну, давайте включим в этот список тоже то, что вы должны будете научиться терпению. Вот. Причем, научившись терпению в музыке, оно вам в жизни очень хорошо пригодится. Вот. Поэтому отдают очень часто детей заниматься музыкальную школу. В большинстве случаев не стоит целью, чтобы ребенок вырос музыкантом. Абсолютно нет. Умные люди, даже раньше, вот, например, на Руси или в Руси, как правильно говорить, я не знаю, вот, всегда старались, чтобы ребенок развивался всесторонне. Вот. Чтобы была физическая подготовка хорошая, музыкальная. Вот. Потому что люди знали, что занятия музыкой, они дают развитие, ну, полноценное, 100%. Развиваются зрительная память, мышечная, слуховая, ну, и так далее. Образное мышление. Там, в общем, люди, которые имеют музыкальное образование, они в плане, так сказать, продуктивности гораздо выше, чем те, кто никогда музыке не обучался. Вот. Поэтому основная цель, можно так сказать, занятием музыки в детстве, вот, это, конечно, общее развитие. Потому что, ну, не каждый захочет быть музыкантом. Может быть, кто-то будет для себя, значит, заниматься музицированием. Вот. Зарабатывать деньги музыкой – это уже совсем другая участь, можно так сказать. Вот. Я могу даже сказать, что не каждый ей позавидует. Вот. Это нужна слишком большая любовь к музыке, чтобы начать зарабатывать музыкой. Это очень жесткая вещь, на самом деле. Вот. Поэтому не каждый будет этим заниматься. Вот. Ну, это и не обязательно. Вот. Потому что музыкантов много-то, собственно, не нужно. Вот. Сколько есть, столько всегда хватает. Природа, она сама отбирает, если можно так сказать, Господь, он всегда, как бы, ну, сам выбирает и сам дает кому-то такое призвание. Человек просто чувствует, что ему это нужно, что он это хочет. И он начинает играть, начинает сочинять. Ну, и так далее. Об этом мы еще поговорим, конечно. Итак. это арпеджио, перебор номер один, который называется шестерка. Вы уже можете его играть, наблюдая за правой рукой. Следующее, чему вам нужно научиться, это то, что играть и не смотреть на правую руку. И у нас это будет очень часто. Потому что даже когда вообще музыкант играет, гитарист, вы заметили, что наверху грифа, вот, у нас есть такие точки. Вот. И на, так сказать, уже, ну, на гитарах они ставятся, я хотел сказать, на профессиональных гитарах. Ну, вообще это на всех гитарах так. Хотя делают и здесь тоже, но в основном, когда на самом, на самой накладке грифа, на грифе рисуют, это в основном для начального уровня, потому что уже гитарист уже зрелый, сформировавшийся, он не будет вот так вот смотреть на гриф. Вот. Когда гитаристы играют уже, у которых опыт, они смотрят вот отсюда, сверху. Ибо вообще не смотрят. Потому что, ну, во-первых, у гитариста нет такой возможности смотреть на обе руки и, самое главное, нет такой надобности. Потому что мышечная память, она практически идеальная. Мышцы, они помнят каждое движение, значит, насколько двинуть руку, ну, и так далее и тому подобное. Единственное, только вот уже в процессе игры ставят на пятом ладу, на седьмом, на десятом, на двенадцатом, чтобы смотреть. Поэтому первое, чему вам нужно учиться, это перестать визуально контролировать для начала правую руку. Вот. Вот. Потом вы просто переключитесь на левую. Потом вы переключитесь на левую и будете постоянно уже наблюдать только за левой рукой. Вот. Правая, она сама уже сможет все сделать. Она перестанет промахиваться по струнам. Вот. Вот. Сама сможет ориентироваться. Вот. Единственное, что здесь нужно соблюдать, кое-какие правила. Это я потом расскажу. Вот. И уже когда вы переступите этот порог, сможете играть, не смотря на правую руку. Это должно выглядеть вот примерно таким образом. Не обязательно делайте это быстро. Самое главное, чтобы вы играли и не промахивались по струнам. Чтобы пальцы правой руки были самостоятельными и слушались вас. Вот следующее, чего вам нужно добиться. Вот эта тема, она касательно следующего вот этого видео. Ну, дальше я пока не буду вам рассказывать. Я хотел рассказать про Апаянда, про Тиранда. Но, к сожалению, в этом видео я не буду об этом рассказывать. Я еще прочитаю ваши комментарии, просмотрю вопросы, которые вы мне пишете. Вот. И буду, естественно, раскрывать эти вопросы, буду отвечать на них. Вот. И, ну, буду делиться с вами своим опытом.